Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, я его ведущий, Графт Сергей. Вы хотели, чтобы я немножечко рассказал о социофобии. Я, наверное, расскажу о социофобии в рамках, соответственно, типологии личности. Ну, почему в рамках типологии личности? Потому что большинство из вас, да, подписано на это, вы уже в курсе этой темы. И тут, в принципе, можно посмотреть на нее через призму типологии личности. Соответственно, в чем суть? Смотрите, типология личности подразумевает то, что у нас множество психотипов, и мы сейчас будем с точки зрения этих психотипов рассматривать, соответственно, социофобию. Социофобия, я вам напомню, для тех, кто не в курсе, это все, что связано с социумом, да, и какой-либо, соответственно, невозможностью какого-либо с ним контакта. Прямого взаимодействия, да, или какого-либо косвенно. Кто-то боится выступать на публике, кто-то совсем не может выходить из дома. То есть, тяжесть этого заболевания, она может очень по-разному квилироваться. Поэтому, соответственно, мы и будем с вами обсуждать, какие типы личности наиболее подвержены социофобии. В первую очередь, хотелось бы об этом поговорить. Ну, смотрите, это, конечно, наши тревожные люди. Вот, и, ну, давайте представим чувство тревоги, что я постоянно переживаю о том, что что-то случится не так, да, произойдет в моей жизни. Может у меня вызывать социофобию. То есть, если у меня закрепляется какое-либо событие негативного характера, да, в моей жизни, связанное с социумом, я буду развивать тревожное расстройство, да, на этом фоне своем, и у меня может развиваться социофобия. Если что-то произошло на людях, я буду бояться большого количества скопления людей. Также может социофобия проявляться в боязни налаживания каких-то контактов. То есть, это такая, знаете, социофобия, которая вот у тревожных немножечко скрыто протекает. Чтобы вы понимали, как это выглядит, ну, человек в меру тревоги, именно вот на фоне тревоги, может стать необщительным. Это тоже будет своеобразная социофобия. То есть, они боятся вот именно новых взаимодействий каких-либо с социумом, новой работы, как вот мы, да, А, я, к сожалению, удалил, у меня была старая сценка, где человек искал работу. Ну, так вот, значит, суть в чем? Суть в том, что люди будут бояться новых каких-то событий, происшествий в жизни, связанных с взаимодействием с какими-либо новыми людьми, или, может быть, малознакомыми людьми. И, соответственно, вот на этом фоне она может прогрессировать. И если чувство тревоги будет вызывать еще один какой-либо дополнительный стресс, здесь могут они синергировать. Как это может выглядеть? Допустим, появился ковид. На фоне ковида у меня взросло, на фоне всей этой ситуации психологической напряженной, у меня появилось чувство тревоги, да, я просто не знаю, что будет в будущем, еще и работа, допустим, с работой не все так хорошо стало. И я начинаю бояться этого социума. У меня вот это вот чувство, что я сейчас выйду из дома, там стоят военные, меня поймают, у меня попросят пропуск, да, какой-то, что-то еще возрастает до такой степени, что я не делюсь из дома и просто голодаю. Вот как это может вылиться, и вот эти вещи, то есть в социофобии, как в любом другом психиатрическом расстройстве, тут спусковым крючком может послужить все, что угодно. И, соответственно, вот тревожные, они стоят во главе угла здесь. Значит, что еще можно отнести к социофобии? Значит, смотрите, и вообще к проблемам понимания социофобии, очень часто социопатов называют там социофобами, как-то это объединяют. Смотрите, социопатия, я сниму отдельный видеоролик про это, я все время забываю, что нужно про это снять и вам объяснить. Социопатия, она идет в сторону агрессии. И в социофобии речь о том, что я боюсь социума, да, я тревожусь по поводу социума, да, и социум здесь является тем, что меня угнетает внутренне, да. А социопат, а не социофоб, фобия, да, боязнь, а социопат, он как бы отрицает социум, да. И, соответственно, на этом фоне получается это в сторону идет вот этой вот патии, отрицания, идет, понимаете, какая корреляция. Он либо правила и устои этого социума, да, как бы вот косвенно начинает его отрицать, нарушать, но не принято у нас какать в лифте. Да, и вот при, ну, социопатических нарушениях, да, при уже патологических состояниях некоторые социопаты так могут делать. Особенно какие-нибудь пожилые люди, которые уже не могут напрямую агрессировать, куда-нибудь под дверь кому-нибудь наложить. Такие случаи действительно были. Из вот рассказов моих коллег, да, психиатров, врачей, я напрямую психиатрией не занимаюсь, вот именно психиатрическими расстройствами, но вот мои коллеги такое рассказывали, поступали такие пациенты, и они им ставили именно социопатические расстройства личности. Соответственно, какие, какая корреляция? Корреляция социопата в сторону вот конфликта с обществом. На этом остановимся. Социофобия, корреляция на то, что я боюсь общества, всех его проявлений, может быть связана с интернетом, может быть связана с чем угодно. Соответственно, везде, где какое-либо проявление социума идет. Зависит от того, как произошло закрепление человека этого страха. Гормональный фон, если интересно, могу описать, как у тревожных выглядит гормональный фон, но тоже будет с кортизольчиком проблема. Вот уже, думаю, скоро или были, или будут эти выпуски по поводу гормонов и психологии. Значит, в чем суть? Значит, это был тревожный. У кого еще могут быть такие социофобии, да? Ну, социофобами могут быть относительно шизоиды, да? У шизоидов это в силу того, что они погружаются в свой внутренний мир, внешний может начать вызывать страх. Немножество шизофрений, да? Можно наблюдать, что люди уходят, да? В такую уединенное, так скажем, с собственным внутренним миром состояние. На этом фоне, может, из-за того, что я не могу принять социум, как он настолько сильно отличается от моего восприятия себя, посмотрите, это совершенно нетревожное расстройство, да, в чистом виде. Здесь нет тревоги как таковой, что я боюсь, что социум мне как-то напрямую навредит, да? Здесь нет сопоставления себя с социумом. То есть я, как, соответственно, шизоид, такой своеобразный, ну, представьте, вот я такой инопланетянин, да? Вот я такой весь очень особенный человек, с очень особенными взглядами на мир, с очень особенным внутренним миром, и с очень особенными, что немаловажно, суждениями, касающимися любых ситуаций. Любых. Значит, и для меня, из-за того, что вот у меня совсем-совсем другое восприятие и видение вообще всего-всего, дикий может стресс вызывать в социум. И то, как у них вот и у этих странных всех людей на этом странном синем шаре принято куда-то обязательно утром вставать, куда-то обязательно подниматься. В магазине зачем-то они используют эти странные тележки, могли бы использовать, не знаю, какие-нибудь электромобили для того, чтобы складывать в них еду и отвозить. И как-то там это странно можно объяснить. Ну, блин, можно попрекалываться, пофантазировать на эту тему, да, особенно восприятие шизоидов. Но они классные, с другой стороны, да, они двигают науку и научный прогресс вперед, потому что если бы шизоиды так оригинально не мыслили, то мы бы с вами до сих пор ведьм, наверное, на кострах сжигали, не знаю. Или, в общем, ну, как минимум, GPRS у нас вот этой вот не было, которая, по-моему, на теории Эйнштейна базируется, да, теория относительности, и как-то там этот сигнал смещается вот по этой формуле, GPRS. В общем, суть в чем? Еще, суть в том, что на фоне шизоидного расстройства может тоже, то есть шизоидной акцентуации, вот так вот правильно, на фоне шизоидной акцентуации может наступать социофобия. Из-за того, что шизоид, он испытывает непринятие общества в целом, потому что его внутренний мир не соответствует поведению социума. Да, это понятно. Значит, социофобия очень маловероятно будет у истерика, ну, понимаете, да, странно, он зависит от этого общества, он с ним напрямую взаимодействует постоянно, и так устроено все в его мозге, теле и так далее. Нарцисс тоже не сможет вот так вот отказаться от общества, он может его бояться, он может заходить в депрессии какие-то, он типа будет в этих депрессиях говорить, блин, я не могу, короче, не могу, все стремные, хочу сидеть дома, такие люди плохие и так далее. То есть он будет как-то прибедняться своей супруге, еще кому-то, что вот не хочу с ними контактировать. Но как только пройдет у него эта фаза, он с обществом опять начнет контактировать, он начнет контактировать, искать себе кого-то под абьюз, да, или может нагружать абьюзированного абьюзера, да, собственно говоря, для этого, для всего ему все-таки желательно с социумом контактировать. Поэтому социофобия, как-то у нарциссов, это вот, ну, маловероятно, по крайней мере, просто акцентуация, состояние акцентуации. Значит, соответственно, кого еще можно и мотивы немножечко, да, в силу сильных потрясений эмоциональных, которыми они могут быть, безусловно, склонны, ну, плюс-минус могут заработать социофобию. Но, соответственно, кстати, посмотрите видео, я там не оговорился, очень тороплюсь, снимаю, потому что снимаю я ночью, на самом деле, мне завтра в 7 утра на работу, но видеоблог надо двигать. Поэтому я буду монтировать уже спящий и прочее, я, наверное, даже не пересмотрю видос. Если я где-то социофобию оговорился, назвал социопатией, короче, еще раз, социофобия, фобия – это боязнь, апатия, ну, будем называть это отрицание здесь, в этом контексте, да, и вот социопаты – это агрессия, это вот все туда, а мы вот, главная тема выпуска все-таки социофобия, и вот если мы боимся общества, все вышесказанное, да, мной, значит, вот у и мотивов может быть социофобия, если, соответственно, мы будем сильно как-то его тоже угнетать этим обществом. Может, может он в нее уйти, но очень сильно вероятно, что как только данная ситуация исчерпается, он из этого состояния выйдет тревожно, и шизоид могут не выйти из этих состояний. У эпилептоида, сбегая вперед, будет выпуск про эпилептоида, вы просили очень сильная психика, маловероятно, что эпилептоид станет социофобом. Это скорее общество станет эпилептоидофобом в каком-то смысле, да, но не вопрос, кому, кого бояться еще, вот. Значит, ну вот примерно так выглядит ситуация социофобии, и что интересно, ну, можно поговорить о методиках лечения, но вполне себе скорее это тема консультации, да, или скорее это тема, ну, она индивидуальна, лечение в зависимости на каком фоне вызвана социофобия, да, у какого типа личности или, может быть, с каким уже психиатрическим конкретным каким-то диагнозом, да, то есть сама социофобия, она, это как синдром, то есть это еще не определение вашего конкретного итогового заболевания, то есть акцентуации какой-то личности, да, акцентуация – это такое вот состояние предболезненное, да, то есть между вот нормой и патологией. Соответственно, что? Соответственно, нужно выявлять саму акцентуацию как минимум, чтобы понять причины вот этой социофобии, начать как-то глубоко с этим работать. С вами был Medical Fitness Psychology, Крафт Сергей, жду вас на своих консультациях онлайн, спасибо, что смотрели, и да пребудет с вами здоровье, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!